46 нарушений выявили члены группы экстренного реагирования в ходе рейдов. Проверены объекты общественного питания, рестораны, продовольственные магазины, рынки, зоны отдыха, банные комплексы и общественный транспорт. Среди грубых нарушений – проведение семейных мероприятий. Моя коллега продолжит тему. Об этой свадьбе, которая пела и плясала ровно до того момента, пока не приехали с проверкой прокуроры, мы рассказывали вам в одном из прошлых выпусков новостей. Жители областного центра сняли помещение на базе отдыха и пригласили на торжество около 40 гостей. При этом одним из организаторов мероприятия выступил администратор провизорного стационара одной из городской больниц. Кроме того, по автобусным перевозкам в Петропавловске выявлено 6 нарушений. Там основное нарушение идет, что превышается количество пассажиров, установлены посадочные места. Это основное нарушение. Мы пригласили всех руководителей автобусных парков, автоперевозчиков пригласили, провели совещание. Они говорят, что основной поток идет в час пик утром и вечером. Поэтому я бы хотел попросить граждан без особой надобности тоже не пережужжать транспорт. Активная работа проводится и группой по соблюдению карантинных мер. Помимо выявления фактов несоблюдения масочного режима, сотрудниками проводится работа по пресечению торговли в неотведенных местах. Всего полицейскими выявлено 570 фактов несоблюдения карантинных мер. Наложено штрафов на сумму более 10 миллионов тенге. К примеру, в ходе рейдовых мероприятий на территории Кызылжавского района 25 июля был пресечен факт непреостановления деятельности в период усиленного карантинных мер со стороны владельцев базы отдыха Абакшина. Также были собраны материалы, направленные СС для принятия разрешения. На сегодняшний день свыше 500 граждан находятся на домашнем карантине. Тех, кто нарушит режим, привлекут к административной ответственности, а это штраф 30 МРП. В настоящее время выявлен 21 подобный факт. Решается вопрос запуска мобильного приложения по контролю за лицами, находящимися на домашнем карантине. Уже начата работа по вручению письменных расписок лицам с признаками КВИ, пневмонии и других респираторных заболеваний о соблюдении карантина. При положительном ПЦР-тесте на КВИ и при симптомах на ОРВИ, пневмонии и другие респираторные заболевания, анкетные данные лица вводятся в приложение на период карантина. В последующем отбирается расписка о согласии на обработку персональных данных для передачи в единую базу для отслеживания. В случае отказа дачи согласия лица на принятие указанных требований, указанных в расписке, будут приниматься меры, соответствующие действующим законодательствам в принудительном порядке. В последующем лицо по разработанной системе подпадает под контроль мониторинговой группы. Напомним, что ситуационный центр открыт в июле этого года. В него вошли пять мониторинговых групп. Анастасия Дряняк, Анатолий Белонок, Служба новостей.